Андрей Юрьевич, Вы как председатель, уложите... Я постараюсь, я очень постараюсь. Дорогие друзья, мы готовились к Сану Борисовичу на этот доклад, поэтому я расскажу, постараюсь кратко, о новой странице в лечении язвенного колита, о применении топических стероидов и новой его генерации, которая очень будет важна для осмысления всей программы, о которой сейчас Алексей Юрьевич так интересно подробно говорил с язвенным колитом. Итак, что такое кортикостероиды в терапии в жизни больного язвенным колитом? Это очень много, это главный инструмент индукции ремиссии при умеренной и тяжелой форме язвенного колита и быстрое достижение ремиссии, но, однако, у этих препаратов, у этой группы препаратов есть масса очень серьезных побочных эффектов и осложнений, которые нас очень пугают, и мы стараемся как можно больше минимизировать эти процессы. Поэтому были разработаны топические стероиды, которые сначала вошли в жизнь специалистов по ВЗК для лечения больных болезни крона, но теперь появляется и возможность введения больных с язвенным колитом. Ну, во-первых, масса тех моментов, о которых я говорил, преды всего это побочные эффекты осложнений стероидной терапии и преодоление возможностей вот этих аспектов дало возможность идти к новым рубежам фармакотерапии этих больных. Посмотрите, пожалуйста, на то самое главное, что отличает лукокортикостероиды различных генераций по аффинности к рецепторам, где, посмотрите, лукокортизонит, то применение различных фармакологических комбинаций препаратов отличает насколько от прензолона и тем более от гидрокортизона. И присистемный метаболизм тоже очень важный момент, характеризующий отсутствие или минимизацию снижения побочных эффектов у этих прибаратов. Поэтому преимущественно пирорального бодресонита перед пригнезолоном как ярчайшего образца глюкокортикостероидов, ну это, во-первых, отмеченная на предыдущем слайде аффинность, системная биодоступность много выражена, ну и низкая абсорбция в кишечнике и обеспечение местных эффектов. На сегодняшний день существует три препарата, которые используются у больных язвеном калитом, болезнью крона. Хорошо нам знакомый боденофаль. Месолазин, который используется преимущественно при болезни крона, в основном в терминальном элите, учитывая его особенности фармакодинамики, фармакокинетики. И появился новый препарат Картимент, мультиматричная система, которая позволяет акцент своего фармакологического действия оказывать на толстую кишку, и поэтому при язвенном калите, обострении его, как показания легкой степени и средней степени тяжести является особенностью влияния этого препарата. Вот то, что Алексей Муилович показывал, как распространяется этот препарат в синтеграфическом исследовании, вот эта мультиматричная система, дисперсия происходит в толстой кишке, и влияние на слизистую оболочку заметно в данном случае. Два были исследования проведены для того, чтобы уточнить особенности использования, влияния лечебных эффектов этого препарата. КОР-1 и КОР-2. И изучение эффективности и безопасности бодосанита в мультиматричной системе, его синтеза. Было проведено исследование и определены особенности влияния. Строгий отбор по больным, ясно-коррегиям, по критериям включения и критериям определения ремиссии. Я кратко покажу, насколько значимо. Посмотрите, пожалуйста, по объединенному анализу этих двух исследований. Исчезновение симптомов по бодосаниту различной дозировки 9 мг и 6 мг достигается достаточно быстро. И, конечно, максимальная степень уже 25% больных в течение короткого времени достигается эффект у этих больных дозировки 9 мг в сутки. Клиническая и эндоскопическая ремиссия в двух исследованиях в этих показала достаточно выраженные отличия между плацебом и бодосанит 9 мг, насколько более 2,5, почти в 3 раза эффективнее, чем у этих больных на базисной терапии. И нежелательные явления, то, что послужило главным стимулом к синтезу этой группы препаратов. Посмотрите, насколько существенно снижены эти явления по сравнению у плацебо-кордимента 9 мг и 6 мг. Несомненно, 9 мг чуть больше, но дозировка более эффективна. И, наконец, побочные эффекты. То же самое мы видим, что мало отличаются от плацебо у этих больных, которые лечили кортиментом, бодосанитом, ММХ системы. Очень важный показатель содержания уровня кортизола в крови. Это тот момент, который формирует многие побочные эффекты и осложнения у этой мультимагридной системы. К моменту достижения полного органического эффекта нормализация произошла в содержании кортизола в крови. Таким образом, вот эти два исследования показали, что при язванном количестве легкой и средней степени тяжести 9 мг бодосанита в течение 8 недель обеспечивает полную нормализацию стула, то есть клинические проявления полностью исчезают и безопасен он почти абсолютно не отличается от плацебо. Ну и, наконец, еще в качестве демонстрации наш клинический случай тоже я позволю себе очень кратко у больного с язвенным колитом у которого 8-10 раз в сутки кровь в стуле ложные позывы в анализе крови вы видите выраженное явление активности как протектин 1800 микрограмм и этому больному был назначен бодосанит кортимент дозе 9 мг раз в сутки кортимент обеспечил быстрый эффект уже через 2 недели ремиссия отметил но исчезла кровь гали уже на 3-е сутки а через неделю стул нормализовался в лечебной парагнитной язвенного колита кратимент должен занимать как мы видели в докладе олег самуриловича важное место и не только при неэффективности предыдущей терапии но рано назначает этот препарат как препарат у больных с неблагоприятным прогнозом течения в том числе легкой и средней степени тяжести потребность в терапии стероидом в этом случае минимизируется и достижение обеспечивается на низких дозах поэтому рекомендации ЭКО 12-го года распространенный язвенный колит в сочетании с месолазином обеспечивается ректальным введением и системные стероиды назначаются только если неэффектив месолазин мультиматриктная система мультиматриктная система применением кортимента дает возможность однократно что обеспечит хороший комплайнс у больного однократно назначать этот препарат больным в течение дня и достигать хороший эффект в течение короткого времени спасибо большое аплодисменты спасибо за просмотр!